Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Друзья, сестра известного итальянского актера умерла от коронавирусной инфекции, но врачи не приехали даже осмотреть ее и отказались забирать тело. Вся семья в течение суток вынуждена была оставаться в заперти с умершей. Известный итальянский актер, проживающий в Неаполе, рассказал в Твиттере шокирующую историю. Его старшая сестра, страдавшая эпилепсией, слеглась с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. Но врачи скорой отказались выехать по вызову, заявив, что в этом нет смысла. Женщина все равно обречена. Родным оставалось только ждать исхода. Массаж сердца и искусственное дыхание не помогли. В результате 47-летняя женщина скончалась. Но и после смерти медики отказались забирать тело, лишь взяли пробы на анализ. Потом позвонили и подтвердили причину смерти – коронавирус. Целые сутки семья актера, а это он сам и его пожилые родители, а также другая сестра с мужем и детьми, оставалась в одном доме с умершей. Только после бури возмущения в соцсетях, которую вызвало обращение мужчины, приехала бригада медиков в защитной одежде и увезла тело, пишут Ниру. История кажется настолько абсурдной в 21 веке, что вызвала широкие резонансы в России. Высказалась по поводу инцидента и журналистка Юлия Витязева. «Жесть какая!» – написала она в своем телеграм-канале. К слову, коронавирус отправил на карантин всю Италию. После закрытия на минувших выходных зараженных северных провинций ограничения ввели и в остальных регионах. А блокаду севера еще больше ужесточили. «Теперь вся Италия – зона Росса. Красная зона. Власти приняли решение под давлением оппозиции. Ведь это огромный удар по экономике. Практически Италия парализована и неизвестно на сколько времени», – говорит в стране итальянский журналист Массимо Лорелло. По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею. Больше заразившихся, чем в Италии, теперь только в Китае. Где началась вспышка? На всей итальянской территории закрыли школы и вузы, запретили массовые мероприятия, перенесли спортивные матчи, ограничили передвижение людей между провинциями. Пока до 3 апреля. В Риме, например, закрыли Колизея, Ватикане, Собор Святого Петра и площадь перед ним. После введения карантина на улицах действительно стало меньше людей. Многие надели маски, рассказывает нам Лорелло. В Риме замечательная солнечная погода. Однако опасность заражения коронавирусом заставляет людей бояться. Прохожих в масках стало больше. Посетители коммерческих заведений стараются придерживаться рекомендованной дистанции в один метр. Добавляет журналистка газеты «Украинской» Марьяна Сараневич.